Принцип резонанса Далее, человек попадает в определенную наркотическую зависимость, так скажем Принцип ожидания Это когда, знаешь, такое вечное предвкушение Что вот еще чуть-чуть, чуть-чуть и что-то случится Ну такое ожидание чуда, да, вот манна небесная Как угодно это можно назвать То есть принцип такой сказок Емеля на печи И человек, он не рассматривает себя со стороны Он не ощущает, он не слышит Но ему нравится верить Ему нравится ждать Ему даже уже не важно, по факту он придет или нет Ему кажется, что да, когда-то это случится И не стоит об этом задумываться Важно, что сейчас я вот в этом ожидании Ментал соревнуется с менталом Играет за другой Это такой вечный ментальный информационный пинг-понг Почему? Потому что тот, кто вещает, он либо действительно должен говорить то, что знает Зная, что знает Либо если человек умствует, это фактически прикрытие внутреннего страха, пустоты и незнания Пустоты именно с отрицательным оттенком То есть человек не ведает о том, о чем вещает Он вещает из умствования, из своего мышления, из обусловленности менталом И это, конечно, никуда не приведет Это как мы можем сидеть и часами разговаривать с тобой, как быть с пилотом самолета Но это не значит, что мы по факту однажды полетим Большинство в этой когорте адептов Если так мы сейчас говорим матрично, разбираем множество Они нацелены не на поиск себя Не на поиск сути Не на поиск истины Не на поиск обнаружения источника внутри себя и собой Они нацелены, как мы уже говорили, на снятие мерок с трона Потому что по факту им нравится так сидеть Вещать, как вещает так называемый тот или иной мастер К которому они приезжают Неважно, это тусовочное просветление, в халате просветление В банной, в сауне или где-то еще на отдыхе за границей Здесь же фактически человек самосовершенствует такой духовный туризм Это на самом деле, грубо говоря, к духу не имеет никакого отношения Но это имеет отношение к игре, в идею о духовности Как я уже говорила, духовный пинг-понг И так как бизнес в духовности, он должен самосовершенствоваться То он должен подавать что-то всегда новенькое Ну так же, как айфоны, там, бады и так далее Они же не могут все время, или там машины Они должны же совершенствовать каждый раз какие-то свои технические показатели Так и с духовным бизнесом Всегда должно быть что-то новенькое, многообещающее Не факт, что вообще кто-то даже задумывается, придет он к чему-то Но важно то, что человек верит, что что-то происходит А по факту, как человек с вокзала даже не трогался Те люди, кто приходят действительно услышав, срезонировав Они готовы, потому что есть что-то внутри Некая точка отсчета, которая подвела их к распознаванию Они что-то уловили с собой Те люди, которые не пришли к этому, это тоже нормально Но невозможно, чтобы одновременно в данной реальности Все пришло к одной фазе К одному какому-то уровню проявления Поэтому тот, кто хочет ходить, путешествовать Совмещать сауну, баню и просветление Это нормально для того человека Для кого это нормально То есть по вере вам воздастся Если человек называет это своим законом То есть он может не осознавать, что это его закон Но по факту работает именно этот внутренний закон По вере вам воздастся То есть человек сам оживляет энергией себя Такой стереотип, такую тенденцию, такую проекцию Те люди, которые приходят к нам в практ И действительно остаются и начинают взаимодействовать Они начинают по факту видеть Что же на самом деле вся эта реальность Что такое я сам Не умствование Как мы с тобой уже много разбирали различных роликов Так называя их мастеров Причем они действительно свято верят, что они мастера Но это в принципе их право Согласись, что Что делает большинство мастеров Это вот эта старая такая школа Я не тело Задайся вопросом, кто я Я пустота, я тишина Я никуда не спускался Тело не нужно Но всегда надо задаться вопросом Причем осознанно, причем наблюдением Но если тело есть Разве это брак? Если в теле происходят эти ощущения Эти эмоции Даже если это гнев, злость, раздражение, зависть Разве это брак? Как можно так кощунствовать? Наделяя совершенный источник Вот этим бракованным функционалом Нет ничего не случайно И важно обнаружить, для чего это Я еще раз говорю Если мне не нравится Допустим, что в соседней аудитории Снимается фильм про войну Я не буду брать пулемет, пистолет Не важно что-то Автомат Расстреливать всю эту группу Потому что это мне не нравится Я просто не захожу в это Здесь же получается Что человек видит Единственный выход Это транслируется Это навязывается Туда агитируется Гипнотизируется Что надо убрать Убить Вот эту персонажность Нет Надо посмотреть Для чего эта персонажность И как это смотрится Нужно обнаружить в самом себе Это разотождествление Каким образом? Через наблюдение Еще каким образом? Через проговаривание Еще каким образом? Через моделирование Обо всем этом на наших практиках В нашем проекте И уже участники Многие с этим познакомились И об этом отзывы Которые мы иногда оставляем в проекте Чтобы люди могли ознакомиться Итак Те горе-мастера Которые вещают о том Что не отвлекайся на ощущения Грубейшая ошибка Именно ощущение Это некий спутник Это лакмусовая бумажка Для прозрения Это заготовка Для прозрения Для протуберанцев Вот этого узнавания Протуберанцев Инсайтов Внутри себя и собой То, что предлагается Не обращать внимание на тело Это предательство Это такой высочайший уровень предательства Что потом человек Уже никогда Не сможет Обнаружить Самое себя В себе и собой Почему? Потому что он становится Духовным инвалидом Вместо того Чтобы взаимодействовать С собой Рассматривать Кто именно Внутри себя Взаимодействует Человек По такой Вот этой По вере вам Воздастся Становится Крайне инфантильным Крайне инертным Крайне таким Доверчивым Внутренней стагнацией Соглашаясь Вот с такими Горе-мастерами Различие в голосе Действительно Имеет место быть Почему? Потому что Подкасты Это некое Такое Все равно Обобщение Да В этой трансляции Все равно Есть ключи Есть алгоритмы И по эффекту резонанса Человек всегда Что-то уловит То, что важно И нужно для него Именно на этот момент Что же касается Практа Да, это сдвиг Это целенаправленный Вектор Это такой Мощный посыл Чтобы человек Обнаружил Внутреннего Проводника Чтобы он Больше никогда Ни от кого Не зависел Чтобы он Сам всегда Себе был Истинно Путь И ответ Причем был С собой Фактом себя В этом Назначение Проекта В этом Назначение Практа И естественно Имеющий уши Да услышит Опять-таки Человек часто Слышит эту фразу Имеющий уши Да услышит Да, евангельская фраза И тем не менее Слышание здесь Подразумевается Не просто уметь Воспринять информацию А уловить Свой отклик Как ты ее прослушал Что с тобой Стало В связи с этим И даже Вот как я всегда Рекомендую Каждому участнику Практа Всегда Куда бы вы ни приходили На любой семинар На любой Сатсанг Или ретрит Если конечно Они еще будут ходить И тем не менее Всегда замеряйте Свое состояние До начала И после Вот это вот Воздушные бабочки Воздушные пузыри Воздушные шарики Бабочки в животе Это все не в счет Это Энергия спящести То есть Когда человек Просто ловит Эйфорию А потом будет Жесткое разочарование То есть Всегда Когда человек Собирается В толпе То здесь Есть естественно Фактор Эффект толпы Когда общая энергетика Она каким-то образом Естественно Начинает влиять На человека Но это Не собственное Прозрение Это не собственное Узнавание И это даже Не та игра Так называемое Поле мастера Когда любят Очень многие гуру Этим прикрываться Никакое поле Никому Никогда Не поможет Человек находится В реальности Одного И если человек Готов Взять на себя Ответственность за себя То он по-другому Будет звучать Он по-другому Будет взаимодействовать Простой пример Если человеку Нужна помощь Опять-таки Пресловутый пример С медициной Сломана нога Сломана рука Но не будет он Слушать тишину Но не будет он Искать пустоту И все вот эти Дурацкие советы Не отождествляясь С телом Не отождествляясь С ощущениями Что боль Это придуманные мысли Я посмотрю Что будет Когда все эти адепты Столкнутся с этой ситуацией И вспомнят эти слова Печальной участью Этого горе-мастера будет Нет Тело Не случайно Все его составляющие Не случайно Игнорировать это Ни в коем случае Недопустимо Это кощунство Человек Должен различить Что внутри него От Бога А что внутри него От Кесарева Поэтому и говорится Богу Богова Кесарю Кесареву Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok